Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот я, наконец, собралась записать четвертую часть моего рассказа о жизни. Та третья часть, если вы помните, закончилась тем, что у меня на глаза навернулись слезы. Ну и некоторые отреагировали на это, что это были слезы грусти или, наоборот, радости. Вы знаете, нет, слезы были слезами благодарности, благодарности моим клиенткам. Вот за всю ту любовь, которую они мне дарили, я им очень-очень благодарна. И я это очень ценю, потому что именно их любовь возродила меня в моем собственном сознании. Вы знаете, получилось так, что жизнь меня как-то не баловала любовью. В детстве моя мама меня не любила. Мой отец умер, когда мне было 9 месяцев. Я уже упоминала об этом в одном из моих видео. И я уж не знаю, что между ними было и как это повлияло. Но все мое детство я вот страдала от этого недостатка любви. И поэтому, наверное, была такая в себе очень неуверенная. И какая-то вся скомканная. Какая-то, ну, не такая. То есть я не росла и не цвела. Я все время помню себя каким-то вот таким зажатым комочком, который страшно жаждал материнской любви. Мне очень хотелось, чтобы меня мама хотя бы просто обняла и приезжала к себе. И сказала бы мне, что ты самая лучшая, что ты у меня самая хорошая, самая красивая, самая любимая и желанная. Но этого никогда не происходило. И я выросла вот таким неуверенным в себе человеком, считающим, что я недостойна любви. И мне кажется, что именно из-за этого, вот сейчас анализируя мою жизнь, я думаю, что много ошибок в жизни я совершила именно поэтому. Поэтому я, наверное, выходила замуж за людей недостаточно, может быть, достойных. Но я внутри считала, что я недостойна любви достойных людей. Ну вот как-то, наверное, так. В свете вышесказанного хочу сказать, что это очень важно для детей знать, что их родители любят. Нужно обязательно замечать в детях их таланты, помогать им развивать эти таланты, взращивать все то, что Богом дано. Вот я как-то всего добивалась, знаете, не потому что, а вопреки всему. А если бы, наверное, во мне бы взращивали бы мои таланты, если бы я росла бы в любви, я, наверное, достигла бы гораздо большего. Но это не произошло. И вот самая моя лучшая часть жизни началась именно в 50 лет. Именно тогда, когда я начала заниматься своим собственным бизнесом, и я почувствовала от людей благодарность именно ко мне. Именно за то, что я делаю. Именно за то, что я вот такая, вот такая вот необыкновенная, как меня считали. Мои клиентки, мои клиентки только, исключительно. А по поводу мужа многие спрашивают, а что муж и так далее. Муж, он был, да, там где-то на бэкграунде, как говорится. У него была своя жизнь, у меня была своя жизнь. Я занималась бизнесом, можно сказать, 24 часа в сутки. У меня не было выходных, проходных. Суббота, воскресенье я тоже принимала людей, потому что многие могли прийти только в это время. А те, которые ведут свой бизнес, они знают прекрасно, что это занимает всю твою жизнь и все твое время. И так у меня и было. Кроме того, что я вела свой бизнес и принимала клиентов в течение дня, я еще себе изобрела еще один бизнес, второй. Я продавала вот все предметы, которые нужны для татуажа. Вот какие-то запчасти, машинки, иголки, какие-то колпачки, какие-то пигменты и так далее. Причем я начинала этот бизнес дважды. Первый раз я закупила это все сама. Вот какие-то выложила деньги и начала это все продавать. Но быстро я поняла, что таким образом этот бизнес существовать не может, потому что наименование предметов для татуажа огромное количество. И держать весь этот сток, весь этот запас материала, сток по-английски это называется, совершенно невозможно. Потому что что-то продается более активно, что-то менее. Это надо завалить дом вот этими коробками, мешочками, пакетиками. И всегда будет что-то кончаться, и надо до заказа. В общем, все это не работало. Потом я нашла другую для себя схему. Я, ну как-то вот сама себе заказывая материалы, я с одной китайкой так очень близко сошлась. У нас как-то получились отношения. Мы, естественно, ни разу друг друга не видели. Но она мне просто... У нее было типа как Верхаз, то есть она была связана со многими маленькими фабричками, которые выпускали что-то. Но она держала весь их сток. Вот она мне дала лист всего того, что у нее есть. Я на базе этого создала веб-сайт, где все эти же предметы я, так сказать, выставляла для продажи. Она мне давала по одним ценам, а у меня они, естественно, были выставлены с какой-то наценкой. И вот когда приходил, допустим, заказ, я получала заказ, тут же переделывала этот заказ на свои цены. Вернее, сори, на цены моего поставщика. Отправляла ей. Отправляла ей оплату за эти вещи. Она уже весь этот заказ у себя там собирала и отправляла моему заказчику. Вот таким бизнесом я занималась. Чем он был хорош? Мне не нужно было ничего дома абсолютно хранить, иметь. Все было у моей вот этой поставщицы. Она собирала заказы, она их отправляла. А я получала только вот эту разницу в цене. Это не были какие-то такие большие деньги. Но, во всяком случае, то, что мне нужно было, допустим, для работы, вот какие-то машинки новые всегда выходили, какие-то линии пигментов, и все хотелось попробовать. Все мы... Ну, мы, я имею в виду вот эту всю группу татуажниц по всему миру. Мы же продолжали все общаться. И вот выходит какое-то что-то новое, там машинка новая, и кто-то написал, вот я купила такую-то машинку, она такая обалденная, делает вот такие вещи. И мы все тоже с копом скупали эти машинки и пробовали на них работать. У меня дома этих машинок было миллион. Но мы всегда стремились к чему-то такому, что даст какие-то волшебные результаты. В итоге одну машинку я даже купила, она стоила, по-моему, 3,5 тысячи евро. Но я на ней не сделала практически ни одной работы. Начинала пару раз, и потом бросала, и брала мою нормальную, такую китайскую ручечку, хорошенькую, тоненькую, легкую, и делала прекрасную работу именно ей. И вот до сих пор я ее люблю и ею работаю. Но неважно. В общем, короче говоря, вот это был еще тот бизнес, которым я занималась еще после работы. То есть если приходили какие-то заказы, мне нужно было сесть, обработать, послать их в Китай, проследить за всем, чтобы все было отослано, чтобы человек получил, и все в порядке, никаких жалоб не было, и так далее. То есть я работала, ну, 24 часа в сутки. Поэтому когда эти люди пишут свои комментарии, что вот я такая, я зажралась, у кого-то там жемчуг, у кого-то похлебка, и так далее. Ну, вы знаете, я думаю, что если бы вот любой человек, который жалуется на судьбу, приложил столько усилий, сколько я приложила в жизни для того, чтобы чего-то достигнуть, они бы тоже достигли. Просто нужно поднять задницу с дивана и начать что-то делать. Все очень просто. Если я могу, значит, вы все тоже можете. И я тоже начинала с нуля. Я приехала в Австралию с чемоданом. Вот, такие дела. Значит, вернемся теперь к мужу. Мы с мужем познакомились в 2000, наверное, четвертом году в конце. Да, правильно, в 2004 году. Мы с ним начали встречаться. Он вроде бы, знаете, как говорится, тикал все боксы. То есть он был уже достаточно давно разведен. Он жил в своем жилье, но не совсем в своем. Я имею в виду на занятом, на жилье, которое он купил, занимая деньги в банке. Но оно у него все-таки хоть какое-то добыло. Это был не целый дом, это была только часть дома. Вот. Он работал, он получал зарплату. То есть вроде бы как по всем параметрам подходил. Подходил по возрасту. Он был, ну, достаточно нормально выглядел. Когда мы начали встречаться, он как бы очень стремился именно за мной. Он как-то... Я его выбрала в круг своих событий, какие-то поездки, какие-то там встречи, чего-то, что-то. Первый раз со мной он выехал за границу. Мы с ним поехали, помню, на Фиджи, на острова. А потом мы с ним поехали на Голдкост вместе и так далее. То есть он как-то вот в это вот во все вовлекся. И я подумала, боже, как хорошо. Но, к сожалению, люди не меняются. То есть они могут измениться временно, но не изменяются постоянно. Когда мы с ним сошлись, к сожалению, мы слишком рано начали задумываться вот об этом собственном доме. Ну, в то же время уже и возраст нам подпирал, потому что нам было уже тогда по 45 лет, и нужно было брать этот неимоверный моргидж, который дается на 30 лет. В общем, нужно было что-то сделать. И мы решили, что мы, ну, как бы начнем вместе вот это вот большое дело – строить дом. Мы купили землю. Я помню, мы как бы совместно положили депозит на эту землю. Ну, и потом мы уже, мы даже тогда еще жили ли мы вместе. Ну, вроде бы, да, как начали жить вместе. И начали строить. Когда мы уже были как бы в процессе, я стала чувствовать, что, наверное, я опять допустила ошибку. что проскальзывали такие моменты, я их зову теперь колокольчики. Вот колокольчики звенели, что что-то не так. Но процесс уже остановить было невозможно, потому что деньги в банке и немалые были уже заняты на наше совместное имя и так далее. Дом уже вовсю строился. И остановить этот процесс было невозможно. И дом построился. Мы в него въехали в 2006 году. И в тот день, когда… Вернее, не в тот день, когда мы въезжали, а буквально за пять дней до въезда в этот дом, мы поехали купить мебель для сада. Купили такую плетеную мебель, что-то там еще, вот какие-то декоративные, я помню, вещи. У нас был X-Trail, то есть это такой 4-wheel drive, внедорожник. Извиняюсь, я некоторые слова говорю на английском, потому что, ну, я так привыкла уже говорить, я пытаюсь переводить прямо на ходу, но не всегда удается. И вот мы ехали из магазина вот в этот новый дом, чтобы там эти вещи оставить. А полный переезд, вот перевоз мебели и так далее, у нас был назначен на пять дней позже. В этот день было очень ветрено. И мы остановились на перекрестке большой дороги, прямо вот если пересечь эту большую улицу, а она была достаточно широкая, то есть три полосы движения в каждую сторону. Мы въезжаем тогда вот в наш Харингтон-парк, наш вот прям, ну, въезд в наш район. И поскольку было ветрено, выключились светофоры. И машины идут по этой большой дороге, а у нас здесь уже как бы выстроилась очередь из машин, которым нужно либо в эту дорогу въехать, повернув, либо пересечь, как нам. И вот мы стоим, и машина впереди нас, такой грузовичок небольшой, она начала так потихонечку, как бы вот, знаете, носиком так себе дорогу прокладывать, чтобы поехать. Потому что когда перекресток не регулируется, ну, как бы машины пытаются сами это потихоньку регулировать. То есть вы проехали, теперь дайте нам проехать. Вот поехал этот грузовичок. Мы за ним, мы проехали ту часть дороги, по которой машины шли в эту сторону, то есть справа налево. И грузовичок повернул направо. У нас, кстати, значит, праворульные машины. А мы должны были ехать прямо. И машины здесь на вот, на двух полосах, они остановились. А на третьей полосе ехала машина, я сидела пассажиром, мой муж сидел здесь за рулем, и я вижу, это такой вот уазик какой-то, вот знаете, с таким, с плоской, с такой мордой, такой довольно большой. Я видела их, это были, были молодые люди, мальчика и девочка, ну, я имею в виду лет по 20, наверное. И они сидели и разговаривали, они даже не видели нас. То есть они мчались, а на этой дороге была скорость 80 км в час, ну, а многие даже ее и превышают. И вот они едут, и они совершенно не смотрят, что происходит на дороге, что светофор не работает, что машины остановились, они этого ничего не видят. я сижу на сиденье пассажира и ногой пытаюсь давить на брейк, как он называется, на тормоза. Но я-то сижу не за рулем, то есть я совершенно без, ничего не могу в этой ситуации сделать. И я понимаю, что сейчас произойдет страшное. И оно произошло. Только я даже вот не помню, когда я потеряла сознание. То ли я потеряла его до удара или вместе с ударом, но как-то я вот уже удар, я не помню. Но мы со своей вот этой дороги нас переподбросило, перевернуло, и мы оказались вообще на другой стороне дороги, и машина наша на боку. И я помню только один момент, когда кто-то меня толкает в плечо, толкает в плечо, машина лежит, я вешу на ремне безопасности, и передо мной, я когда открыла глаза, передо мной чья-то рука, кто-то залез вот оттуда и из окна с разбитого через моего мужа подает мне нож, чтобы я перерезала вот этот ремень. Я взяла этот нож, но перерезать ремень у меня не было сил совершенно. Мне все болело, болело еще и от этого ремня. У меня были внутренние кровотечения. Вот. И, короче говоря, муж взял этот нож и перерезал свой ремень. И всей своей 95-килограммовой тушей он упал еще и на меня. А у меня под локтем было разбито стекло. Ну и, в общем, короче говоря, ну было не очень. Не очень это все было здорово. Не знаю, как так получилось. Вот я обязательно вставлю фотографии этой аварии. Вы посмотрите эту машину, вы поймете, где сидела я, где как раз вот машина аж вот так вот ее всю загнула. Но, как ни странно, мы выбрались из машины вот через вот это стекло. Мы выбрались сами. И нас забрали на скорой помощи. Вот это было как раз перед въездом. И это был какой-то, ну, нехороший знак, как вы понимаете. Значит, явных переломов не было. У меня была повреждена нога вот там, где этот удар был. Ее зажало. Значит, повредилось колено, повредилось бедро. Открыто. Таких вот явных переломов не было. Но смещения были, потому что я не могла ходить. А потом уже долго-долго, да, и до сих пор тоже у меня сводит мышцу вот эту от бедра до колена. Я ее не чувствую. Особенно, если мне приходится долго стоять или долго сидеть или долго лежать в одной позе. То есть, вот как-то так. Вот такую мы еще пережили. Кроме того, что я горела, я еще и в такой страшной аварии побывала в жизни. Ну и вот, в общем, как-то это все было вроде бы как и радостно, но как-то вроде как и нерадостно. Переезд дался с трудом, потому что двигаться было очень трудно через пять дней после этой аварии. Ну вот так вот как-то с мужем мы жили практически как соседи. Особенно, когда начался мой собственный бизнес. Я вообще как бы жила своей собственной жизнью, а он жил своей собственной жизнью. Вот как-то так, если вас это интересует. Ну и, в общем, через десять лет такой жизни мы все-таки расстались. Вот. Мне удалось отвоевать дом большими-большими усилиями и выплатив мужу его часть. Так что вот такие дела. По поводу подруг. Была у меня очень хорошая подруга одна. Мы с ней познакомились еще до того, как она приехала в Австралию. Она меня сконтактировала сама. И она жила в России, но нашла себе мужчину, который жил в Аделаиде. А она была тоже задействована в бьюти-индустрии. Там, в России. И вот ей было интересно, как это все работает в Австралии. На этой почве она меня сконтактировала. Мы с ней стали общаться. И мы с ней как-то очень сошлись и подружились. Потом она переехала таки в Австралию. Но она переехала в Аделаиду, а я жила в Сиднии. Но мы с ней общались практически каждый день. Мы приезжали друг к другу в гости. Мы ездили вместе отдыхать. Мы продружили семь лет. Но потом по одной такой очень неординарной причине мы расстались. Я не могу рассказывать об этой причине, потому что здесь не только я задействована. я хочу сказать, что я этот разрыв переживала очень-очень тяжело. И вот это вот все происходило как бы одновременно. И мой развод, и потеря моей подруги. И, в общем, вот такие вещи. И на... когда уже шел развод, я работала настолько много, что у меня начали болеть руки. Причем не просто вот так вроде чуть-чуть поболела и массажик поделала или что-то там, а болели просто страшно. До такой степени, что ночью у меня руки бы как будто и грызли собаки. Вот такая была страшная боль. Я просыпалась с утра, я не могла шевелить пальцами. У меня воспалились все связки, все суставы. Причем на обеих руках. А не работать я тоже не могла. Я помню, как я готовилась к приему клиентов, и мне было страшно им показать, что я не могу этого делать. Я садилась и начинала как бы разрабатывать руку, брать эту ручку, как-то пытаться двигать. В общем, то, что я раньше делала, допустим, процедуру вот самого нанесения пигмента, я делала за 40 минут. Вот с этой болью в руках я делала это более часа. То есть у меня все занимало, стало занимать гораздо больше времени. И вот это воспаление в руках продолжалось где-то, наверное, месяцев 7-8. Не проходило, не помогало ничего. Делала массажи, делала акупунктуру, покупала какие-то спреи, какие-то лекарства. Даже ходила и делала инъекции кортизона в руки. Но поскольку я постоянно надо было отдыхать, мне сделали такие из пластика, такие называются кастс на обе руки, и сказали не снимать их 6 недель и ничего не делать. А как я могла ничего не делать? Я не могла. Потому что мне нужно было платить моргидж, мне нужно было платить адвокатам, мне нужно было выплачивать сумму моему супругу. У меня еще было две собаки, мне нужно было за ними смотреть. У меня был целый дом, который нужно было тоже как-то смотреть. В общем, вот такие дела у меня были. Все далось очень и очень нелегко. Поэтому, когда я приехала в Турцию, и, наконец, у меня появилась эта свобода, ни работы, ничего, можно было просто наслаждаться жизнью, я была такая счастливая. И я была счастливая ровно до того момента, пока нас не ударил коронавирус. Ну вот такие дела. Наверное, я все рассказала, что могла, хотя есть много всяких других деталей моей жизни. Задавайте вопросы, если я посчитаю нужным, интересным и полезным для других людей услышать ответы на эти вопросы, я с удовольствием отвечу и запишу. Ну а пока все. Всем вам, опять же, всего самого наилучшего, здоровья, радости, успехов во всем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok